Всем привет, с вами как обычный Виктор, и я продолжаю играть в Готику 2 Возвращения Ребаланс. Как видите, с момента предыдущего эпизода изменилось достаточно многое. Сейчас у меня уже 34 уровень, и всё вот это вот огромное количество опыта я получил, когда играл за кадром. А за кадром я путешествовал по Хоринису, и в общем-то зачищал его от всяких разных зверушек, нежити и орков. Вот именно за это я получил весь вот этот вот опыт. Помимо опыта я получил также огромное количество трофеев, которые я думаю, что в следующем эпизоде продам охотникам, потому что именно в следующем эпизоде я собираюсь к ним идти. Ко всему к этому я насобирал огромное количество появившихся трав, ягод и грибочков, и это ещё не всё. Ко всему к этому я нашёл ещё и несколько интересных вещей. Смотрите. Во-первых, вон, видите, там у нас стоит гоблин. На первый взгляд может показаться, что это самый обычный гоблин, но это не так. Это не обычный гоблин, потому что с него мы можем подобрать драконий корень. Да-да, вот такую вот редкую вещицу, и поверьте, такой гоблин здесь он не единственный. Мне встретился подобный вон там вот в лесу за фермой Акила, и ещё такой же, только с гоблинской ягодой, мне встретился вон там вот возле телепорта к таверне Орлана. Ну что ж, но это ещё не всё. Казалось бы, и так столько много всего приятного, столько много халявы, это ещё не всё. Ко всему к этому я обнаружил ещё некоторые редкие растения, которые точно появились именно в третьей главе, потому что, ну, я никак не мог пропустить их раньше. Я нашёл, значит, по-моему, две ягоды гоблина и два царских щавля. И, в принципе, что сказать, это весьма неплохо. Я обязательно соберу все эти растения, как только буду проходить как раз-таки рядом с ними, для того, чтобы показать вам их местоположение. Ну, а новые противники, как видите, у нас появились не только на открытых пространствах, но и во всяких разных пещерах, где мы не бывали уже достаточно давно. Видите, вот в этой вот пещере, где мы последний раз были, ну, в принципе, здесь мы были не так давно, потому что мы здесь были по заданию, по-моему, это задание было связано с убийством Игнаца. Ну, и здесь, как видите, мы можем найти с этих вот лесных гоблинов ещё очень много всего интересного для себя. Например, огненные корни для алхимии. Ну, или, допустим, какие-нибудь грибы, которые нам пригодятся в этом же занятии. Так, давайте мы сейчас тогда всё с этих гоблинов соберём. Ну, с этого, например, нам попалась куда менее ценная вещица, но, тем не менее, даже вот это вот золотое кольцо мы можем потом в будущем продать и получить за это всё, в принципе, хоть какое-то, но золото. Но прежде чем я куда-либо отправлюсь по заданиям, я бы хотел ещё подняться вот сюда вот наверх, к маяку Джека. Дело в том, что когда я играл опять-таки за кадром, я обнаружил там одну пещеру, которую, как оказалось, я раньше не посещал. Я очень много раз проходил мимо неё, я помню даже, как раньше собирал там неподалёку царский щавель, и как я умудрился в эту пещеру не заскочить, я прям даже не понимаю. В этой пещере у нас находится Мбракорис, ну и помимо всего этого мы можем найти там много всего ещё другого интересного, например, зелья, кошельки, ну и ко всему этому ещё и каменную табличку, что, в принципе, неплохо. Итак, давайте соберём зелья, давайте соберём все трофеи Смбракориса, все вот эти вот кошельки, это всё нам, конечно же, в будущем очень сильно пригодится, обязательно всё собираем, и вот та самая каменная табличка, это у нас, похоже, какая-то тёмная каменная табличка, давайте посмотрим, что это за каменная табличка. Так, ну из тёмных у меня, как я вижу, только одна каменная табличка, и это у нас каменная табличка силы первого уровня. Отлично, давайте мы повышаем силу, хоть мне, в принципе, сила особо-то и не нужна, тем не менее, от халявных двух единиц силы я не откажусь. Это тоже, в принципе, весьма неплохо. Ну, а в этом эпизоде я думаю, что пойду дальше по основному сюжету, а именно, я пойду забирать глаз Инноса. Я напомню, что мы получили письменную расписку от Лорда Хагена насчёт того, что я имею возможность попасть в монастырь, я имею право забрать глаз Инноса, что, в принципе, мы сейчас давайте и сделаем. Как видите, здесь я пока что ещё не успел всё зачистить, поэтому здесь нам могут встретиться самые разные противники, начиная от гоблинов и заканчивая уже куда более опасными противниками, такими как ищущими или драконьими снепперами. Блин, вот только упомянул этого драконьего снеппера, как он уже тут как тут. Что ж, отлично. Мы его, как видите, достаточно быстро убили, и это, конечно же, не может не радовать. И давайте мы сейчас забежим ещё к изгороду, потому что у меня заканчивается запас зелий на восстановление маны. Да, в принципе, лечебные зелья у меня уже тоже скоро подойдут к концу, я огромное количество этих зелий потратил, когда играл как раз-таки за кадром. И давайте мы сейчас этот запас зелий немножко восполним. Эй, ты! Так, покажи мне свои товары. И давайте мы купим тогда у него сразу все вот эти вот зелья на восстановление здоровья, а также маны. Ну и вдобавок вот этот вот грибочек и ягоду. Стоят дёшево, а в будущем для зелья мне пригодятся. Так, и что это я вижу у него тут есть за рецепт? Или что это у нас такое? Рецепт напитка неисчерпаемой маны. Так, слушайте, по-моему, я такие уже напитки раньше находил. Это не то ли зелье, которое удваивает наш запас маны? Да, смотрите, это то самое зелье, которое на время удваивает наш запас маны. Причём, насколько я помню, с этим зельем есть такой небольшой глюк, потому что оно на время не удваивает наш запас маны, а на время делает наш запас маны бесконечным. В принципе, как здесь и написано, напиток неисчерпаемой маны, то есть напиток бесконечной маны. Стоит рецепт, как видите, недёшево. И покупать его прямо сейчас я что-то не горю желанием, потому что, ну, мало ли, куда мне могут пригодиться деньги. В готике, поверьте, они нужны всегда. Поэтому, как только я подкоплю немножко денег, а я думаю, что они у меня появятся уже после того, как я зачищаю весь Хоринис и продам все трофеи охотникам, я думаю, что на этом неплохо так подзаработаю, и, соответственно, сразу же этот рецепт куплю. Какие там ингредиенты нужны для создания этого зелья? Ну, посмотрим, я не знаю. Ну, вот что-то мне кажется, что в плане создания это зелье будет достаточно дорогим. Ну, мы продолжаем двигаться к монастырю, и я вижу, здесь нас поджидает какой-то парень. Эй, ты, эй, ты когда-нибудь был в монастыре? Может быть. А что? Они всё ещё набирают людей. Я просто не знаю, куда ещё идти. Откуда ты? Я был капитаном большого китобойного судна, парень. Мой дом-море! Мой корабль Магдалена был потоплен пиратами несколько месяцев назад. И вот теперь я на Мели здесь. Я очень хотел поскорее опять выйти в море. Но с тех пор, как я прибыл сюда, ни одной шхуны не зашло в этот проклятый порт. Единственный корабль, пришвартовавшийся в Хоринисе, это чёртова военная галера короля. А они никого не берут. И что мне теперь делать? В городе для меня нет работы. Я пробовал уже всё. Тебе лучше держаться подальше от дорог? Не волнуйся. Я уже заметил, что здешние места стали чертовски опасными последние пару дней. Да уж, действительно, опасными. Не то слово опасными. Даже возле монастыря меня уже поджидал драконий снэпер. Что будет, я не знаю, в таких местах, где толком никого нету, где толком никто не бывает, я даже не хочу загадывать. Так, я смотрю, Мильтоноша прибыл сюда. Как ты смог добраться до монастыря так быстро? Откуда такой вопрос? Я проскользнул через проход и направился прямо в монастырь. Должен признать, что это было непросто уйти от всех монстров, что поселились по эту сторону от долины. Но проблем оказалось всё же меньше, чем я ожидал. Ты знаешь, где остальные? Горн, похоже, ничуть не изменился после заключения в тюрьме Горонда. В любом случае, он хотел отправиться к Ли и посмотреть, что происходит на ферме. После голодания в темнице он, вероятно, сейчас пытается восполнить потерю в весе и испытывает на прочность кладовку наёмников. Диего бормотал что-то о расплате, но я понятия не имею, что он хотел сказать этим. Но я подозреваю, что он сейчас в городе. Ты знаешь его. Он всегда там, где можно поживиться. Ты знаешь что-нибудь о людях в чёрных рясах? Нет. Но у меня плохое предчувствие насчёт их. Будь осторожен, если наткнёшься на них. Ну, в принципе, да, они действительно представляют до сих пор для меня угрозу, и, естественно, надо быть действительно осторожным, когда мы будем подходить к ним. Так, давайте мы на всякий случай закроем дверь. Вот, так-то лучше. Ну и с кем мне здесь поговорить? Давайте поговорим с Параланом. Может быть, он нам что-нибудь скажет интересное. Я не знаю, почему тебя пустили в монастырь. Я Паралан, и я отвечаю за наших послушников. Я не хочу, чтобы ты отрывал их от работы своими дурацкими вопросами. Надеюсь, это ясно? Я тоже так считаю. Конечно. Очень надеюсь на это. У тебя есть что-нибудь для меня? Да. Как читателю библиотеки, тебе выдается ключ от неё. Там ты найдёшь братьев Кароса и Хигласа. Если хочешь, ты можешь поговорить с ними. Но оставь в покое послушников. Правда, этот ключ мне уже не нужен, потому что, по-моему, точно такой же ключ я у тебя и украл. Ну, ладно. Тебя лучше этого не знать. Так, давайте мы сейчас, пожалуй, закупимся ещё немножко зельями Горокса. Значит, смотрите, меня интересуют все зелья на восстановление маны. И на оставшиеся деньги у меня осталось 3000 золотых монет. Давайте я куплю парочку противоядий. Ну, это так, на всякий случай. Ну, а в плане каких-либо рецептов, я смотрю, у тебя ничего интересного нет. Хорошо. Но сейчас давайте не будем терять времени и отправимся сразу за глазом Инноса. И для того, чтобы его получить, нам необходимо будет подойти и поговорить с верховным магом огня. Его зовут Перокар. Вот он сидит вот здесь вот, в центре. Я пришёл из старой долины рудников. Что ты можешь доложить? Враг сформировал там армию из орков и драконов. Мы уже узнали это от Милтона, но что насчёт королевского груза руды? Шахты, в которых идёт добыча в долине, не могут удовлетворить потребности короля. Дни становятся темнее, а свет солнца всё тусклее. На меня напали люди в чёрных рясах. Я знаю, это ищущие. Приспешники Белиара из преисподней. Остерегайся их. Они попытаются овладеть тобой. Будучи одержимым, ты больше не будешь самим собой. Только здесь, в монастыре, сможешь ты найти помощь. Так что будь осторожен. Вот, эта руна всегда перенесёт тебя прямо в монастырь, если тебе понадобится помощь. Помни, мы должны сопротивляться, иначе нам всем настанет конец. Ну что сказать, руна действительно мне сейчас очень сильно пригодится, и также хотелось бы дополнить, что это последняя руна, а с помощью которой мы сможем путешествовать по Хоринису. Я пришёл, чтобы собрать глаз Инноса. Я вижу, ты получил позволение лично от лорда Хагена носить глаз Инноса. Но, боюсь, мне придётся разочаровать тебя. Мы стали жертвами вероломного плана врага. Глаз Инноса был нагло украден из этих священных стен. Кто сделал это? Зло коварно, и обычно действует тайно. Крайне редко можно видеть, как оно выползает на свет Божий, чтобы открыто проводить в жизнь свои махинации. Но в эти дни всё стало по-другому. Враг теперь действует в открытую, на каждой улице, в каждом доме и на каждой площади. Это может означать только, что он больше не боится своего противника и не собирается отступать ни перед чем. Один из наших самых верных последователей, кандидат на священную робу мага огня, неожиданно изменил свою веру и сделал это в вызывающей дьявольской манере. Это Педро. Враг овладел им, нанеся тем самым ужасное поражение всем нам. Педро пробил себе дорогу мечом в наши самые священные покои и украл глаз. Я боюсь, что он просто слишком много времени проводил наедине за воротами и защитными стенами монастыря, открытой для опасностей всякого рода. Куда побежал этот вор? Педро убил несколько послушников, пытавшихся остановить его, и растворился в утреннем тумане. Многие послушники бросились за ним в погоню, чтобы вернуть глаз назад на его законное место. Если ты хочешь догнать их, то поторопись, пока Педро не стал недосягаемым. Как насчет благословения? Мне оно не помешало бы. Да встанет Инос между тобой и болью на всех нечестивых путях, по которым тебе суждено пройти. Еще одно. Держись подальше от придорожных алтарей. Мы слышали, что некоторые из них были осквернены. Никто не знает, как теперь они действуют. Тебя не должна волновать эта проблема. О ней позаботятся паладины. Ну что ж, поскольку противник теперь действует в открытую, о чем-то вот примерно таком следовало, конечно, бы ожидать. Как видите, глаз Иноса был нагло украден. Ну и теперь нам нужно будет найти то, куда сбежал вор. Что ж, этим мы, в принципе, давайте и займемся. Итак, что нам в итоге известно. Вор выбежал, за ним побежало еще пару послушников. Куда они могли побежать? Смотрите, здесь есть несколько вариантов. Первый вариант. Они могли побежать, собственно говоря, по этому мосту. Дальше они вышли бы к таверне, а оттуда они могли бы пойти либо в сторону города, что, в принципе, из этого ничего бы не получилось. Второй вариант. Они могли бы побежать на ферму Анара. Из этого бы тоже ничего не вышло. Ну и остается последний путь, что они побежали куда-то в сторону как раз-таки черного тролля. А может быть они вообще побежали куда-то вот сюда вот и спрыгнули просто-напросто в воду, а? В принципе, возможен и такой вариант. И давайте я все-таки выберу именно вот такой вот необычный вариант для того, чтобы его исследовать. В итоге мы все равно знаем, что вор побежал куда-то в сторону черного тролля, и нам нужно как раз-таки бежать куда-то вот туда. Что ж, давайте мы сейчас тогда так и сделаем. В любом случае, пробежим мы вот по этому пути, или мы сейчас вернемся к таверне, а потом побежим оттуда. Какой бы мы путь ни выбрали, в принципе, от этого ничего не изменится. Сам факт остается в том, что нам нужно двигаться куда-то вот именно в этом направлении. Также нам сказали, что некоторые статуи были осквернены. В принципе, нас эта проблема касаться не должна, но тем не менее, хотелось бы посмотреть, как выглядят эти оскверненные статуи, и что в итоге они плохого могут нам сделать. Так, здесь мы на этот берег никак, нет? Странно, странно. Ну ладно, давайте мы сейчас тогда... О, вон там вот впереди, я думаю, мы точно сможем вылезти на этот берег. Давайте где-нибудь здесь тогда попробуем вылезти. Эй. Это что такое? Почему у нас не получается здесь вылезти? Я что? Понять не могу. Неужели можно вылезти только на вот этот вот берег? Ну-ка, ну-ка. Давайте посмотрим. Да, смотрите-ка. Здесь у нас вылезти все-таки получилось. Я слышу где-то падальщика. Только вот где? Понять не могу. А, вот он. Конечно же, это у нас не обычный падальщик, это у нас старый падальщик. В принципе, обычных падальщиков самых простых я думаю, что мы уже не встретим, потому что с каждым днем здесь появляются все новые и более такие сложные противники. Так, ну-ка, и давайте посмотрим, что у нас случилось со статуями Ивнеса. На первый взгляд, вроде бы ничего серьезного. Ивнес. А, нет, смотрите-ка. Что-то все-таки произошло. Ну-ка, давайте помолимся. Ага, понятно, помолиться, значит, мы не можем. Ну, а так, вроде, ничего плохого они нам не делают. Ну что ж, у меня вылетела готика, но я тем временем продолжаю. Итак, значит, мы остановились на том, что не смогли помолиться вот этой вот статой, потому что она действительно, как видите, осквернена, ну... Опа, опа, опа. А ты откуда здесь взялся? Так, вот этого я не ожидал. Давайте мы сейчас расправимся в первую очередь, конечно же, с этим ищущим, ну, а потом продолжим искать предателя. Он, скорее всего, отправился куда-то вон туда, вот в сторону черного тролля, но пока что я никак не могу это понять. Так, сначала давайте мы расправимся с этим ищущим. Он, я так думаю, не ожидал, что мы появимся откуда, либо сзади. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Что это было? Ну, ладно. Тем не менее, мы хоть как-то его убили и, кстати говоря, здесь вот я и находил одну из вот этих вот редких растений. Здесь я находил ягоду гоблина. Эта ягода у нас находится где-то вот здесь вот. Да, смотрите, это то самое место, где я раньше убивал бандитов. Так, ну а мы давайте будем двигаться тогда дальше. Давайте мы сейчас поднимемся вот сюда вот наверх и будем двигаться тогда по направлению к черному троллю. И по пути, кстати говоря, давайте также, наверное, будем зачищать здесь все от всяких разных противников. Почему бы и нет? По крайней мере, я думаю, что лучше это сделать сейчас, нежели чем я потом буду здесь бегать и пытаться их всех убивать. Так, слушайте, впереди я кого-то вижу. Этот паренек похож немного на бандита. Но тем не менее, сможем мы с ним поговорить или нет? Что происходит? Что ты имеешь в виду? Ты уже второй здесь, кто несется как будто ужаленной кровавой мухой. А кто это был? Он был похож на одного из этих головастых послушников из монастыря. Можешь говорить что угодно, но, по-моему, у этих парней не все в порядке с головой. А куда первый побежал? Вон туда. Бежал это еще мягко сказано. Мне нужно идти. Нет проблем. Ну все, теперь-то мы точно знаем, куда нам нужно дальше двигаться. Нам нужно действительно идти вот в эту вот сторону по направлению к черному троллю. Видимо, все мои догадки совпали. Я был прав. И давайте мы тогда сейчас немножко подлечимся и будем двигаться дальше. Значит, смотрите. Дальше он мог побежать либо к тому месту, где вели свои раскопки маги воды. Или же он мог побежать действительно по направлению к черному троллю. Пока что я не знаю, куда он действительно мог побежать, но ничего, сейчас мы думаю, все это узнаем. Вот черт, еще один ищущий. Ну ладно, давайте, так уж и быть. Мы сейчас быстренько с ним разберемся. Кстати говоря, за убийство ищущих мы получаем плюс один к благосклонности у Инноса. И в то же время мы теряем эту единицу у благосклонности Беляра. Так вот, для всех тех, кто меня смотрит и кто, может быть, лучше меня знает, для чего нужна эта благосклонность, пожалуйста, напишите в комментариях. Я буду очень благодарен, потому что я немножко беспокоюсь за то, что я вроде как некромант, темный маг, все такое, и имею отрицательную благосклонность Беляра. Не скажется это как-нибудь в будущем на мне плохо? Это мне, конечно же, хочется сейчас узнать. Если нет, то это, конечно же, отлично. Ну, а если все-таки это будет достаточно плохо, то, может быть, вы мне посоветуете какие-нибудь способы для того, чтобы повысить эту благосклонность. Так, драконий снеппер. Давайте я сейчас с ним быстренько разберусь. А дальше нам нужно думать, куда мы пойдем. Давайте мы сейчас пойдем, наверное, тогда вперед, потому что здесь я вроде как раньше уже был, но я не знаю, когда произошло вот это вот ограбление, назовем это так. В какой-то степени это и есть действительно прям кража среди белого дня. Так, и, судя по всему, мы двигаемся в верном направлении. Смотрите, здесь у нас находится мертвый послушник. Видимо, он все-таки так и не смог догнать этого вора. Хорошо. Давайте тогда будем двигаться дальше по пути, пытаясь зачистить здесь местность от всего живого, что нам попадется. Давайте разберемся сейчас еще вот с этим вот падальщиком. Так, ну и продолжим двигаться дальше. Я думаю, что мы идем правильно, и для того, чтобы убедиться в этом, нам нужно, судя по всему, наверное, встретить еще одного такого же мертвого послушника. А вон, кстати говоря, и еще один такой же. Отлично. Мы идем правильно, и это, конечно же, не может не радовать. Я думаю, что скоро мы уже придем к нужному нам месту, но пока что давайте просто будем следовать вот этим вот, так скажем, указателям. Потому что именно вот эти вот мертвые послушники указывают, в каком направлении нам нужно дальше двигаться. Так, падальщик, иди сюда. Так, смотрите, еще один мертвый послушник. Я чувствую, что я прям подхожу уже к этому месту. Реально, такое количество мертвых послушников. Так, тот шнык, я смотрю, там кого-то поедает. Там еще один, что ли, такой послушник лежит. Или я что-то понять не могу. Да, смотрите, по-моему, это еще один послушник. Ну да, я был прав. Так, слушайте. А здесь еще у нас обосновался охотник Римбль. Может быть, мы тогда сейчас подойдем к ним и поговорим с ним. Может быть, он нам что-то интересное расскажет. Может быть, он что-то видел. Эй! Ты не видел здесь послушника? Сегодня здесь прошло много разных странных личностей, включая тех двух клоунов у каменной арки. А недавно с ними о чем-то разговаривал послушник магов огня. Так, каких еще клоунов? О ком это он? А-а-а. По-моему, он сейчас говорит вот о тех вот двух бандитах. Ну, потому что они действительно очень сильно похожи на бандитов. Бродяги, ну-ка. Давайте-ка мы сейчас попробуем с ними поговорить. Кто ты? Что это? Допрос? Мне нечего сказать тебе. Но ты, возможно, захочешь поговорить с моим приятелем. Но будь осторожен. Он не любит чужаков. Так, давайте поговорим с его приятелем. Что вы делаете здесь? Что тебе нужно? Я ищу послушника. Очень интересно. Мы тоже кое-кого ищем. И кого же? Тебя! Так, так, так. Судя по всему, этот Педро находится в сговоре с этими бандитами. Ну, или просто им заплатил. Тут, конечно же, что-то вот одно из двух. Но, тем не менее, мы очень быстро разобрались с этими бандитами. И это все обозначает то, что мы идем в верном направлении. Я думаю, что мы очень и очень скоро уже достигнем, собственно говоря, того места, где мы и сможем найти этого Педро. Ну, и, конечно же, сам Голосиннеса. Надеюсь, что еще пока что не поздно. Так, смотрите-ка. Мы сейчас пришли к вот этот вот лес. Вот этому вот каменному кругу он называется Круг Солнца. Магов Огня. Там обычно маги Огня проводят свои различные ритуалы. Возможно, нам действительно нужно идти куда-то сюда. Ох, ё, это еще что такое? Это что еще за сюрпризы такие? Откуда взялся этот скелет? Что-то мне все это очень не нравится. Да еще и маны нет. Так-так-так-так-так. Давайте мы быстренько отсюда бежим, потому что сражаться с ними в ближнем бою как-то мне не очень хочется. Или стоп, он там один, да? Ну, даже с одним я тоже не горюжу. с желанием сражаться. Да что ж такое? Почему он от меня не отстает, а? Я не понимаю, мне что, нужно до самого Хориниса, до самого города добежать, чтобы он от меня отстал? Так, быстро лечимся. Да чтоб тебя, он до сих пор здесь. Ай-яй-яй-яй-яй. До сих пор от нас не отстал. Давайте мы сейчас быстренько тогда установим нашу ману и, наконец-таки, его убьем. Так. Где он? Так, он все, я смотрю, бежит на нас. Давайте убиваем. Так. Отлично. Все, замечательно. Я видал, там находилось огромное количество ищущих и, судя по всему, эти ищущие проводили какой-то ритуал. Я думаю, что мы действительно двигаемся в верном направлении. Я думаю, что нам нужно как раз-таки куда-то туда. Возможно, там сейчас какой-то проходит, происходит какой-то ритуал специальный, связанный с глазом Инноса. Возможно, враг пытается его уничтожить. Давайте мы сейчас тогда посмотрим, что у нас тут на самом деле. Я думаю, что ответ на этот вопрос могут дать сами ищущие. Насколько мы знаем, ищущие, они никогда просто так первые не нападают. Они всегда пытаются нам что-то сказать. Может быть, и в этот раз нам получится с ними поговорить. Ты пришел слишком поздно. Мы уничтожили глаз Инноса, и теперь ему никогда не вернуть былую силу. Теперь мы продемонстрируем всю тщетность твоих попыток бросить вызов хозяину. А ведь я был прав. Так, ну что мы будем делать тогда в этой ситуации? во-первых, нам нужно уничтожить всех ищущих. Это понятное дело. А их, как видите, здесь достаточно много. Ну и во-вторых, нам нужно в итоге заполучить хоть что-то, что осталось от глаза Инноса. Если уже действительно мы сюда пришли слишком поздно. Так, давайте мы сейчас будем вот так вот помаленьку по одному пытаться расстреливать этих ищущих. Так, какой попал в меня? Так, 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 ай-яй-яй, может мы его в ближнем бою добьем, а? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так, ну, хоть как-то, хоть как-то. Ладно, давайте мы сейчас восстановим ману, давайте мы сейчас восстановим наше здоровье, обязательно сохранимся и продолжим, собственно говоря, разбираться с этими ищущими дальше. Так, смотрите, я вижу, там у нас находится такой одиноко стоящий ищущий, давайте мы сейчас разберемся с ним, наверное, в первую очередь, а потом полезем, собственно говоря, в самый центр и будем убивать ищущих, которые пытаются провести какой-то ритуал для уничтожения глаза Инноса. Так, с этим ищущим покончено, отлично, это было достаточно просто, теперь приступаем к самому сложному, это к убийству ищущих в центре вот этого вот круга солнца. Так, я вижу там, по-моему, трех ищущих. Черт возьми, только этого мне здесь не хватало. Твою мать, а, я задел еще и второго ищущего. Ну все, добро пожаловать в ад. Может быть, нам все-таки удастся ай, ай, вышить в этой ситуации, сейчас самое главное следить еще и за выносливостью, как бы она не упала. Я в любом случае выпью противоядие, кстати, не зря ими закупился. Ой-ой-ой-ой, так не понял, не понял. Это еще что за прикол? Почему этот ищущий полез на нас с кулаками? Вот это поворот. А как же твоя магия? Как же твои руны? Ты же великий маг. Или ты решил доказать этим способом свою крутость и решил убить меня при помощи кулаков? Что-то я тебя не понимаю. Так, теперь я слышу еще где-то гоблина. Так, ну все, давайте мы сейчас быстренько пожалуй выпьем противоядие. Так, отлично. Ну и двигаемся дальше. Я не знаю, что это только что было. Я, честно говоря, сталкиваюсь с таким в первый раз, чтобы ищущий не побежал на меня с кулаками. Вот это новость. Действительно, что это за глюк был такой? Так, давайте двигаемся дальше. Так, кто у нас здесь остался-то? сколько мы ищущих-то в итоге перебили? По-моему, у нас здесь осталось еще один или два. Так, убиваем, значит, этого ищущего. Так, еще буквально одна стрела. Ай, не, 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 он вылез у меня из фокуса. Все, отлично. Вроде все, мы всех перебили. и давайте посмотрим, что же они в итоге сделали с глазом Инноса. Так, глаз Инноса собрать, смотрите-ка, мы его все-таки можем. Так, и где он? Глаз Инноса строгоценный камень, блеклый и ослабленный. А, ну, то есть, он теперь, по сути, не может нам помочь противостоять против драконов. То есть, я так полагаю, теперь, для того, чтобы он снова обрел всю свою силу, нам потребуется его восстановить. Хорошо. Ну что ж, давайте мы сейчас тогда вернемся назад в монастырь, воспользуемся рунной телепортации. Как раз таки туда. И сообщим эту достаточно такую прискорбную новость. Тем не менее, хорошо хоть то, что мы нашли этот глаз Инноса, и я думаю, что маги обязательно найдут способ как мы сможем восстановить этот глаз Инноса, и снова вернем ему его силу. Так, давайте мы сейчас тогда поговорим об этом с Перакаром. Я нашел глаз Инноса. Он поврежден. Но этого не может быть. Что произошло? Его заполучили в свои руки заказчики весьма отвратительного вида. так получилось, что я прибыл слишком поздно. Они выполняли странный обряд на пьедестале в форме полумесяца в здешнем лесу. Да пребудет с нами Иннос. Они осквернили наш круг солнца. Даже в своих худших кошмарах не мог я представить, что они обладают такой силой. Что мы теперь можем сделать? Враг стал очень опасен. Но все же этот древний артефакт представлял серьезную угрозу для него. Мы должны исцелить глаз и восстановить его былую силу. Но время работает против нас. Я даже представить себе не могу, что теперь ждет всех нас. Без защиты глаза мы беспомощны и находимся полностью в руках врага. Иди в город к Ватрасу магу воды. В этой ужасной ситуации только он знает, что нужно делать. Отнеси глаз ему и поторопись. Что такое круг солнца? Каждый год все маги и послушники монастыря отправляются к этому месту во время солнцестояния, чтобы отметить начало нового цикла. Это место наполняется безмерной силой солнца. У меня никогда даже мысль такая не появлялась, что эту силу можно обратить. И все же это произошло. Я думаю, я одержим. Ты можешь исцелить меня? При условии проявления твоего уважения к этому монастырю, сын мой, 300 золотых. Я не думал, что я одержим. Ну ладно, давайте мы купим лекарство от одержимости. В принципе стоит оно с одной стороны дорого, а с другой стороны мне кажется это не так уж сильно дорого. Давайте мы сейчас тогда выпьем сразу это зелье лечения от одержимости. Ну а вообще что дает собственно говоря эта одержимость? Она появляется после того, как мы слишком много разговариваем с ищущими. В общем она нам просто-напросто не дает нормально спать. Во время сна мы не восстанавливаем свое здоровье и не восстанавливаем свою ману. В принципе вроде больше ничего такого особенного я от этого не заметил. Но тем не менее лучше конечно это все лечить. Для этого нужно покупать вот такие вот зелья. Как видите мы сможем покупать их сразу по две штуки. Вот и все отлично мы вылечились от одержимости. Ну а продолжим я думаю всю вот эту заваруху с глазом Инносом в следующем эпизоде. Ну а если вам понравилось это видео то не забудьте поставить лайк а также подпишитесь на канал чтобы не пропустить новые и интересные видеоролики. Удачи и до встречи в следующем эпизоде. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА